Книга «Открытым оком» автор Игнатий Тихонович Лапкин. Вопрос 1193, третий том. Тема болезнь. Во многих публикациях есть сноски из Библии о целебных свойствах собственной жидкости. Речь идет об уринотерапии. Как вы считаете, есть ли такое в Библии и как это объяснить по вере? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. 4 Царство, 18 глава, 27 стих. Исайя, 36 глава, 12 стих. И сказал им Рапсак, разве только к господину твоему и к тебе послал меня господин мой сказать си слова? Нет, так же и к людям, которые сидят на стене, чтобы есть помет свой и пить мочу свою с вами. В Библии слово моча встречается только два раза. Но об одном и том же событии. Люди находились в осажденном городе и погибали от жажды, которую пытались утолить мочой. Не думаю, что это можно было бы отнести к уринотерапии. У человека бывают и иные истечения, как и у мужчин, так и у женщин, в месячных, в скобках. Но Священное Писание не относится это к святости, но более того, относится это истечение к наказанию, к болезни, к осквернению. Книга Левит, 15 глава, 2 по 4 стих. Объявите сынам Израилевым и скажите им, если у кого будет истечение из тела его, то от истечения своего он нечист. И вот закон о нечистоте его, от истечения его, когда течет из тела его истечения его, и когда задерживается в теле его истечения его, это нечистота его. Всякая постель, на которой ляжет, имеющая истечение, нечисто, и всякая вещь, на которую сядет, имеющая истечение, семень нечисто. Только в этой главе слово истечение встречается 24 раза, в смысле осквернения. Тоже для лекарства не годится. Левит, 15 глава, 25 стих. Если у женщины течет кровь многие дни не во время очищения ее, или если она имеет истечение доли обыкновенного очищения ее, то все время истечения нечистоты ее, подобно как в продолжении очищения своего, она нечиста. Бытие, 31, 35. Она же сказала отцу своему, да не прогневается господин мой, что я не могу встать перед тобою, ибо у меня обыкновенная женская. И лаван искал во всем шатре, но не нашел идолов. Слово «мочащийся» в Библии встречается шесть раз и относится только к собакам, псам, кобелям. И этим способом пользуются очень часто советские граждане у пивнушек. Первый царств, 25, 22. Пусть то и то сделает Бог с врагами Давида, и еще более сделает, если до рассвета утреннего из всего, что принадлежит навалу, я оставлю мочащегося к стене. Первый царств, 25, 34. Второзаконие, 23, 13, 13 по 14 стих. «Кроме оружия твоего должна быть у тебя лопатка, и когда будешь садиться вне стана, выкопай ею яму, и опять зарой ей испражнение твое, ибо Господь Бог твой ходит среди стана твоего, чтобы избавлять тебя и предавать врагов твоих в руки твои. А посему стан твой должен быть свят, чтобы он не увидел у тебя чего срамного и не отступил от тебя. Исходящее из человека называется срамным, и не только нельзя принимать себя, но даже и на поверхности земли нельзя оставлять, чтобы Господь не покинул тебя. «Ибо Господь Бог твой ходит среди стана твоего, а ныне Господь не среди стана, а внутри человека обитает». Иоанна, 14, 23. И Иисус сказал ему в ответ, «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель в Него сотворим». «Человек есть храм Божий. Переложите это на храм в Иерусалиме. Если бы вы сумели там это сделать, они были бы убиты заодно только намерение. Даже просто войти язычнику в храм карал и смертью его и того, кто вел его, будь он даже раввин». Деяние, 21 глава, 27 по 29 стих. «Когда же сие дни оканчивалось, тогда ассийские иудеи, увидев его в храме, возмутили весь народ и наложили на него руки, крича, «Мужи израильские, помогите! Этот человек всех повсюду учит против народа и закона и места сего. Притом и Еленов ввел в храм и осквернил святое место сие, ибо перед тем они видели с ним в городе Трофима Ефесинянина и думали, что Павел его ввел в храм». Из человека еще исходит тяжелое. Рассмотрим попутно и это в Святибиблии. Ио, 20 глава, 7 стих. «Как помет его, навеки припадает он, видишь его, скажут, где он?» Иезекииле, 4, 15. «И сказал он мне, вот я дозволяю тебе вместо человеческого кала корове помет, и на нем приготовляй хлеб твой». Книга Сафония, 1 глава, 17 стих. «И я стесню людей, и они будут ходить, как слепые, потому что они согрешили против Господа. И разметана будет кровь их, как прах, и плоть их, как помет». Малахи, 2, 3. «Вот я отниму у вас плечо, и помет раскидаю на лица ваши, помет праздничных жертв ваших, и выбросят вас вместе с ним». 3 ездра, 15 глава, 36 стих. «И помет человеческий, да седла верблюда, страх и трепет великий будет на земле». Сирахова, 22, 2. «Воловь ему по мету подобен ленивый, всякий, поднявший его, отряхнуть руки, руку». У ринотерапии есть наваждение от дьявола, и польза ею грех – это оскорбление Божьего Величества. «Христианин, который причащается телу и крови Господень, не должен даже помышлять о таком безумии». Иоанн Затаус, говоря о нарушителе и заповеди Божьих, делает сравнение, что если бы ты руками и с пачками накалом прикоснулся к царской одежде, то какое бы наказание тебе было? Здесь же не царская одежда, а сам Царь Небес находится в тебе, и ты сам себя делаешь подобным помойке и туалету. Срамно и говорить. И все это из-за того, что нет страха Божия, и люди трясутся за свою жалкую жизнешку, как будто бы собрали жить на земле тысячи лет. Кто бунтует против смерти, он противник Богу. Сирахова, срок 1, 41 глава с 5 по 7 стих. «Не бойтесь смертного приговора, вспомни о предках твоих и потомках. Это приговор от Господа над всякой плотью. Итак, для чего ты отвращаешься от того, что благоугодно Всевышнему? Десять ли, сто ли, или тысячи лет в Аде нет исследования о времени жизни?»